Уважаемые посетители ВДНХ, павильон Воронеж закрыт и еще много раз будет закрыт на реставрацию после схода боеприпаса. Понятно. Наслаждаемся тем, что открыто. А это что за павильон? Господа, перед вами инновационная автобусная остановка белгородского производства. Выполнена в стиле путинского баракко. Оптимальная конструкция для защиты бюджетников от беспилотников. Красота! С такими автобусными остановками прям хоть дома сиди. Семеныч, что ж ты такую красоту в Москве не устанавливаешь? Благодаря президенту скоро такие по всей стране появятся. Просто воздушная конструкция. Чувствуется воздух. Воздух! Воздух! И что дальше? Будете ждать бетонированный автобус? Зачем? И так хорошо. Следующая остановка – Охотный ряд. Поехали! Севка, смотри! Фонтан Дружбы Народов с ЖКХ. Трубы уложены с использованием прорывных технологий. Этот фонтан символизирует момент, когда горячая обстановка на фронте переходит в тылу в холодную фазу. У вас же был план заморозить Европу. Так точно. Но сначала этот план отработали на Липецкой области. Она ж вроде как в Европе. Мне на карте показывали... Капец! Бахнуло! Как в Исландии! Внимание, посетители! В павильоне «Космос» выставлена найденная в Питере тонна кокаини. После ее осмотра вы примете участие в полете на Юпитер. Гарик, пойдем на дегустацию. Лучше в павильон «Культура» фальшивые мощи смотреть. Или посетите павильон «Выборы». Там и мозг запудрят не хуже кокаина, и за мощи проголосуйте. Мы лучше на выход пойдем. Глупости. Выхода нет. Точняк, бро. Нету. Спокуха? Мы где? Вот. Здравствуйте! Сегодня в заповеднике. Путин считает экономику России первой в Европе, если считать от Китая. В Корее принят закон о поэтапном запрете поэтапного поедания собак. Россияне с тремя судимостями будут сразу получать в армии звание полковника. Медведев напомнил Западу про ядерное оружие и про Медведева. Новостная лента почти замерла. Слышно, как на морозе скрипят тормозные колодки на колесе истории. Гаагский суд по-прежнему пытается понять, как натянуть геноцид на глобус Израиля. Деньги ЕС, положенные Украине, снова положенные в долгий ящик. А хуситы все так же хотят огрести хоть немного внимания американцев. И такие огребают. Что происходит? Тут бы разобраться телевиденью, но там после ухода Ивлеевой возник кадровый дефицит. А когда не хватает рабочих рук, спасают крылья. Звездный час нашей Вероники. Чем нас порадуете? Не вас, а себя. Национальный польский фокус. Берем обычный телевизор, а в нем окопался узурпатор. Из партии «Право и справедливость». Удаляем узурпатора из теле ящика. Туск, пуск, пуск! Поразительно! Это еще не весь фокус. Туск, пуск, пуск! И это еще не все. Скоро он сам ничем не будет отличаться от узурпатора. Как вы это сделаете? Никак. Он сам. Поговорим о проблемах в организме ЕС. Сегодня в центре нашего внимания мозг. Лично для меня видеть мозг и не иметь возможности его вынести невыносимо. Так выносите? А по какому поводу? Вообще-то, я могу и без повода. Но сейчас буду выносить мозг из-за 50 миллиардов на 4 года для Украины. Ясно. Вперед! А мне? Мозгу. Что делать? Ничего. Мозг в ступоре. Потому что не может блокировать этот жизненно важный орган. Ох, тяжело. Полностью вынести мозг не получается? Разобьем проблему на несколько траншей. Аху! Хи-хи. Теперь вы сможете выносить мозг гомеопатическими дозами. А мозги по-прежнему в ступоре? Да, все как обычно. Сегодня мы займемся переустройством этой симпатичной дачи под названием Тайвань. Хозяева Тайваня выбрали нового архитектора. И он сделает все как надо. А вы кто? Просто приглядываю по-соседски. Я рядом живу, в соседнем полушарии. Ничего, если мы тут пошумим. Да ради бога. Главное, чтобы никаких громких военных действий. После десяти вечера и по выходным. Начинаем ремонт. Я готов. Причем тут вы? Архитектором выбрали Лай Цинде. Зачем вам дешевая тайваньская подделка? Когда есть настоящее китайское качество. Но капитальной перепланировки не будет. Только косметические отделочные работы. Да, да, да. А делаем так, что не узнаете, когда вернетесь. А лучше вообще не возвращайтесь. Президент Эрдоган в очередной раз расчехлился. Вписался за хуситов, осыпал проклятиями Израиль, посочувствовал Хамасу. Гарик, по ходу в членство Турции в НАТО все включено. Даже закидоны Эрдогана. Танкер по морю гуляет, по нему хусит стреляет. Чем попало, как попало. Лишь бы в чё-нибудь попало. Он палит по всем окрест, выражая свой протест. Чтобы израильский цахал на куски Хамас не рвал. Кто ж хуситом шлёт ответку? Террорист таких на ветку. Сунуть в бочку, тряпку в рот и отправить в бездну вот. Хух. Про Израиль бранных слов многое сказать готов. Но дела, пора бежать. Курдов поуничтожать. Я решил разоружаться. Я за мир горой стою. Все свои ракеты, братцы, я Володе продаю. Ну а если у него стола с яйцами, того не хватает на жратву. Я спасу. Пусть помнят внуки, как последние две штуки. Прямо от сердца оторву. Он последняя родня. Для тебя и для меня. Кто он? Мать или отец? Однояйцевый близнец. Реклама на заповеднике. Когда на тебя наседают по поводу помощи Украине. Когда однопартийцы требуют дистанцироваться от Израиля, одновременно помогая ему. Когда республиканцы лечат тебя по поводу болезни министра обороны, а твой собственный сын продолжает выкидывать фортили, открой Выбориссимо. Выбориссимо. И пусть весь мир подождет. Когда злые фермеры вот-вот намотают на колеса своих тракторов твое правительство из-за сокращения субсидий. А присоединившиеся к ним крайне правые хотят сократить тебя. Появляется желание в ответ запретить какую-нибудь партию. Например, альтернативу для Германии. Делать из них мучеников? Ни за что! Может, какую-нибудь другую партию? При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Когда все, что можно, уже включено в 12 пакетов санкций, но хочется поразить общественное мнение магии справедливости, разнообразием принятых мер, оттенками непреклонности с послевкусием решимости в 13 пакете, возьми 12 пакет и... Просто добавь воды! Дорогие друзья, сегодня ровно 100 лет, как умер Ленин. Да ладно! Просто капец! Я в Мавзолей звонил, просил уточнить. Они пошли, проверили. Точно, все. Да, дела. Кроме того, в этот день нас покинули Герцен, Эмильян Пугачев и Людовик Шестнадцатый. Ситуация катастрофическая. Исправить ее можно только повышением рождаемости. Заодно и нам не помешает рождение новых подписчиков и лайков. Ого! Довольно россияне Сидеть вам на стакане Да куки шмять в кармане И покупать утиль Давай, Денис, ты снятся И гендерно общаться Ну, в смысле размножаться Под водрою кадриль Вам заняться больше нечем В интернете одна сложная муть Мотлый враг кругом замечен Так что в койку прокладываем путь До проблемы есть электроснабжение Отоплением, подтоплением Согреваться нужно за покуплением Распадайся, как в сайт Указы президента О важности момента Любого импотента Заставят вас желать Пусть выгнали с работы Закончились банкноты Так значит вам охота Кого-нибудь зачать Нам ведь надо больше жизни Из утробы, чтоб строим, шли в завес Чё тебе жалко для отчизны Не тупи, не задерживай процесс Это важное тебе поручение Приключение, развлечение Историческое вредно значение Раздражайся, как в сайт Хе, мент родился Гип-гип-уран В мозгах ты ранен Гип-гип-уран, жизнь идёт Давай тащи к нам в ряды свой приплод Тело движением в стране Помогай, не скучай Вызывай, скоро рай Тай-тай-тай-тай-тай